День Ангела День Ангела Я не знаю дня рождения своего отца, поскольку мы справляли именно День Ангела. Ну, а то были годы советские, и никаких метрик не сохранилось. Так до сих пор мы только отмечаем День Ангела и Отца, и Матери. А как Вы будете отмечать День Ангела? Как правильно отмечать? Ну, правильно, это, наверное, для каждого христианина, именно отмечать его в молитвенном общении с Богом, в Таинстве Евхаристии, в служении литургии. И для нас это самое главное, когда человек в День своего Ангела обращается к Богу и старается, как сказать, очистить себя от грехов, приблизиться к Богу, причаститься к Телу Крови Крестовой. И с этого начинается именно такой праздник в воспоминании этого дня. Ну, и, наверное, прекрасно то, что День Рождения уже в моем возрасте, наверное, не стоит отмечать, потому что покойный святейший патриарх Алексей говорил, что до 50 лет можно еще отмечать День Рождения, а когда человек переваливает за рубеж своей жизни, поэтому лучше всего отмечать именно День Ангела, и только именно в молитвенном общении с Богом. Ну, и с друзьями, которые, с друзьями, близкими. И мне, как архиерею, управляющему вот такой епархией симберской, естественно, приятно, когда в этот день соберутся священнослужители, те православные христиане, которые являются моей паствой, за которую я буду отвечать пред Богом. Ну, как правило, мы знаем вот в биографии это даты, сухие цифры такие, но хотелось бы о вас узнать побольше, кто ваши родители, кто вам помогал стать личностью, принять сан священника, как все это происходило? Вы знаете, все решается, наверное, промыслом Божиим. Родители мои были простые крестьяне, отец прошел через Великую Отечественную войну, был председателем колхоза, сельсовета, и, естественно, он в храм не ходил. Мама же меня носила, наверное, в младенческий пелен, носила в храм и на себе, и потом вместе мы ходили, она пела в церковном хоре, была активистской церковной, поэтому, наверное, мама меня и выцерковляла, и я ей обязан тем, что именно я стал таким, каким я есть. Отец тоже был немножко сентиментальным человеком, и в храм не ходил, но вот когда мы приходили домой, он всегда, давай зажжем лампаду, вот посмотри, какая красивая лампада голубая, посмотри на звезды, которые на небе вот сейчас светятся, это ангелы в своих домиках зажигают такие же лампады. И вот эта вот обстановка домашняя, добрая такая семейная обстановка, наверное, сделала то, что я стал, ну, самым главным церковным человеком. Годы были тяжелые, хрущевские гонения, мне пришлось все это пройти, а я родился недалеко от Сергиевой Лавры, от Загорска тогда еще, Москва рядом, 120 километров. Вот, друзей было не так уж много, но, во всяком случае, мы как-то вместе, вместе общались, встречались довольно часто, и старались сохранить вот то, что для нас являлось главным, несмотря на все испытания. Многие, ребята, кто-то ушел, вообще ушел из церкви, многие написали отречение, потому что в те годы, чтобы получить высшее образование, необходимо было, если ты православный, необходимо было отказаться от веры, отказаться, что в церковь не будешь ходить, что я осознал, что Бога нет, и иного пути для того, чтобы получить высшее образование, просто невозможно было. И вот такие печальные случаи были в жизни моих друзей. Несколько человек закончили их свои годы, молодые годы, в психиатрических больницах, ведь 30-е, мы мало знаем о хрущевских гонениях, в 20-е годы расстреливали, и человек принимал мученический венец мгновенно, или ты верующий, или ты неверующий. А в 60-е годы людям приходилось испытывать, проходить через такие жизненные испытания, или в больнице, или еще какие-то другие методы борьбы с верующими людьми, которые иногда сломали человека. Ну и мне жаль тех людей, которые отказывались, и судьба их потом складывалась очень печально. Вот так мы и жили в те годы, но это опять прекрасно, потому что когда я волей Божией пришлось мне уехать из моего дома, мама была категорически против, но меня ждала та же участь, которую посетила многих из моих друзей. Мама была против отъезда, но мой духовный отец сказал, что надо уходить, уезжать куда-нибудь в другую область, епархию, где бы просто пристроиться при каком-нибудь храме. Отец, несмотря на то, что он был инертен, вернее, равнодушен ко всему, отец сказал, уезжай, потому что мне тяжело, но я, говорит, благословляю тебя. И на самом деле вот пришлось в те годы, так Богу было угодно, что я приехал в Казань, и через, в общем-то, все степени священцам, соломщикам, диаконам, священникам я все это служение проходил именно в Казани. 50 с лишним лет для меня Казань, это уже родной город. И, естественно, я встречался со многими людьми, и те, которые прошли через испытания своей веры, и те, кто были просто-напросто, как мы называли их тогда, красными попами, которые, ну, просто-напросто ждали своего момента, когда можно будет выгодно устроиться на другую работу, которые ни в Бога не верили, и которые просто-напросто были плохими актерами. Но самое главное, вот та вот эпоха, она все-таки была связующим звеном с теми предшествующими людьми, с той эпохой, которая была именно дореволюционная Россия. Это люди, которые прошли через ссылки, тюрьмы, и с которыми мне пришлось общаться, и которым я благодарен за то, что я, ну, остался вот именно таким, как есть грешным, православным священником, в конце концов, правящим архиереем. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо вам. И я хотел бы пожелать, чтобы жизнь в нашей области была более насыщена, и более люди стремились к духовному, чтобы никакие жизненные катаклизмы, которые встречаются в нашей жизни, не удаляли человека от Бога и от созидания внутри себя Царства Божьего. Спасибо.